И снова пятница, и снова здравствуйте, привет зрители, привет рыбоколюбители! Итак, очередная пятничная распаковка товаров для рыбалки с Алиэкспресс. В очередной раз напоминаю, храните свои личные данные в надежном месте, а не в мусорном ведре. Даже штрих-код может рассказать о многом, поэтому удаляйте. Итак, получил две катушки для байткастинга от фирмы PISTIFAN. PISTIFAN? О, PISTIFAN? Не знаю. В одной это Torrent, второй, в другой это Carbon XTS, что-то такое. Но сейчас буду раскрывать только одну, это оставлю для интриги. Не знаю, какую левую, правую, какую первую хотите. Ну, давайте раскроем то, что поменьше. То, что поменьше, коробочка поменьше, а это в отдельном видео. Итак, поехали. Поехали вскрывать байткастинговые катушки от фирмы PISTIFAN с Алиэкспресс. Посмотрим. Опа. В упаковке еще упаковка, а в упаковке еще коробка. Вот такой вот пластик. Так, надо как-то вскрыть, потому что боюсь порезать, поцарапать коробку. У меня уже было неоднократно, когда я резал содержимое упаковки. И потом перезаказывал товар. Ладно, сейчас, минуточку, секундочку. Вандальный метод. Антивандальный. Надо же сохранить целостность упаковки. Вот уже видно. Пистифан. Пистифан. Пискифан. Песка на испанском. Это рыба. Наверное, это все-таки ближе к чему-то кастальяну. 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 Это группа языков. Испанский. Итальянский. Так, поехали. Ну, картончик так себе. Немножко помято. Но это не претензия. Не претензия. Вот удар на этот угол. Ударило так, что скукожилось. Это как доставляют посылочки. И давайте покрутим саму коробочку. Так, заказывал с левой рукой. На левую руку. И что у нас есть? Left, да. Left Black. Очень хорошо. 8 подшипников. Передатка 8,1 к 1. Поэтому габариты 81 сантиметр. Что там? А, 32 инч 81 сантиметр за оборот. 8 килограмм Max Drag. Вес катушечки 157 грамм. 157 грамм. Емкость лески. А емкости лесок я как-нибудь расскажу в отдельных видео. Потому что с емкостями не все так просто. 7 либров 185. Ярдов. Это где-то 170 метров. И 0.23, да, вот угадал. 170 метров. Наугад перевел. В принципе, 170 метров. 0.23 лески. Шнур 7 либров 185 ярдов. А в метрической системе 0.23, что почти 7-либровые. 170 метров. Или же это брейд. Или же это... Сейчас посмотрим. Подождите. Лесоемкость монолеска. Монолеска. Да, тут не написано брейд. Написано... А, вот брейд. Ниже. Век живи, век учись. Все равно чайником останешься. Итак, монолеска. 7 либров 185 ярдов, если по либровой системе. Или же метрическая 0.23, 170 метров. Дальше. Лесоемкость плетенки. Шнура. 20 либров 160 ярдов. Или же 0.23 шнура в размере метрическом 150 метров. Посмотрим. Так, карбон... О, это карбон XES. Карбон XES. Пискифан. Пискифан. Все, поехали. 4 минуты крутил, распаковывал. А теперь само вскрытие. Вскрытие. Интересно, будет у меня вау-эффект или нет? Как вы думаете? Вау, такая малюсенькая. Такая малепусенькая. Так, что у нас тут еще есть? Что-то в конверте. Нет ничего, кроме поролона. Кроме поролона. Кроме поролона. Больше ничего. Макулатура. Инструкция по эксплуатации мультипликаторной катушки. Поздравляем, вы приобрели самую передовую мультипликаторную катушку. Пожалуйста, затратите немного времени и прочтите информацию о вашей катушке, чтобы насладиться работой с ней в течение нескольких лет. Хорошо. Так, где они ее продают? На Amazon.com, Amazon.co.jpay, AliExpress, Amazon Canada. Peace and fun. Хорошо, почитаем. Почитаем, почитаем. Так, только читать нужно или на английском, или на китайском. А, нет, все-таки есть на русском. Один из языков, который я понимаю, хорошо. Второй кое-как. Третий вообще никак. Хорошо, почитаем, спасибо. Так, сборочно-разборочная система. 122 детали в катушке. 122 детали в катушке. И поехали смотреть саму катушку. Конечно, маленькая-маленькая. Я не знаю, у меня даже палец сюда не влазит. Палец сюда не влазит. Я привык к большим катушкам. Не знаю, почему, но у меня моя первая катушка, это Sougai Lang. И она чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. Это какая-то малепусенькая такая катушка. Так, сейчас, минуточку пройду, возьму бумажки, а то она вся в масле. Катушка вся в масле, вся замасленная. Но красиво, красиво. Carbon XS. Легенькая. Вот теперь вопрос у меня стоит с выбором под нее палки. Почему с выбором палки? Дело в том, что байткастинговая тема у нас на море не сильно развита. У нас нет для них удилищ нормальных в магазине. И нужно искать только где-то в магазинах в интернете. Waywin, потому что на Алиэкспресс хороших байткастинговых удилищ. Там 1-2 и обчелся. Выбора никакого. Так, брейд 20 либров, 160 ярдов. Хорошо будем мотать 20-ти либровые, а то и 10-ти либровые. Посмотрим, тоже посмотрим. Пока что первое впечатление. И таки, да, катушка сделана очень красиво. Изготовление на уровне. Нужно будет ее покрутить, посмотреть. Ого! Скоростная. 1 оборот 8. Соотношение 8 к 1, да? Какое у нас тут? Гератио. 8 и 1 к 1. Так, бесконечник у нас вроде бы все-таки не бронзовый, а не ржавеющий. Не знаю. Детальки какие-то тоже блестящие. Ну, пишут, написать Стефан, что можно использовать на море. Carbon XS можно использовать на море. Посмотрим. Пока что мне нужно будет подобрать для нее еще какую-то палочку. Еще я заметил такую вещь, что сколько у меня мультипликаторных катушек нету. Формирую кое-какие дешманские комплекты. Это более-менее уже какая-то удачная покупка. Более продвинутая, хорошая. Конечно, не Diverstiz и не Shimano какой-то там новый. Но в то же время мне сильно дорогих и не нужно. Я пока что чайник. Учусь, тренируюсь. Учусь, тренируюсь. Так, что еще? Покрутили, покрутили. В общем, все красиво. На вид вроде бы все нержавеющее. Блестит, как нержавейка. Так, сейчас пойду магнит неодимовый возьму, проверим. Так, взял вот такой вот неодимовый магнит. Как видим, на черный металл реагирует. Сейчас посмотрим, что у нас с нержавейкой. Прилипнет ли он к чему-нибудь? Нет. Вот этому штоку не липнет. Вообще. Как видим, если бы был черный, он бы уже присосался к нему. Если бы был черный, он бы уже присосался. Тоже видим. Никакой реакции на неодимовый магнит. И червяк тоже нержавеющий. Вообще. Есть разные виды нержавеющих стали. Есть, которые нержавеющие и не магнитятся. Есть нержавеющие, которые и магнитятся. Все зависит от сплавов. Сколько хрома, никеля, ванадиума или каких-то других. А вот черный металл. Видим, да? Магнитится. Тут же нет. Так, в общем, мне задача с вот этой катушкой поразбирать, покрутить ее, изучить инструкцию. Для того, чтобы разобраться с ней. Очень такая деликатная штучка. Очень деликатная штучка. Так, сколько у нас там тормозов? Тормозов у нас раз, два, три, четыре, пять. Девять штук. И болтики. И где мой неодимовый магнит? Вот, видите? Присосалось. Присосалось. Так, что у нас еще тут? Можно проверить подшипник. Подшипник черный. Конечно, подшипник черный. Потому что подшипник делается из марки стали ШХ-15. ШХ-15 это не нержавеющая сталь, это черная сталь. Черная, шарика подшипниковая ШХ-15. Количество хрома 15 частей. Так, насколько я помню. Единственная марка стали, у которой название идет по назначению. Шарика подшипниковая 15. Так, что у нас там? Внутри латуневый зажим. Что у нас тут? Какая-то, как, все такое нежное, так черное. То есть, не ржаво. Нержавейка. А подшипник, подшипник черный. Подшипники черные. Поэтому на соленой воде нужно будет после каждой рыбалки что-то мне с ними делать. Вот, смотрим, как неодим реагирует на черный металл. Все. Моментально. Шпуля алюминиевая вроде бы. Или пластик, не знаю. Или карбон даже. Наверное, все-таки карбон. Даже катушка карбоновая. Так, что у нас тут? А как же она была? А, вот так вот было. В общем, много деталей тут. Написать, Стефан. Нержавеющих. Так, заходи. Вот, попал. Попал. Такую очень нежную катушечку не нужно насиловать. Нужно все аккуратненько. И не перестараться. Потому что слишком-слишком все тонко. Так, что у нас тут еще? Пока что это первое мнение и впечатление. И не более того. Не претендую на лавры обозревателя байткастинговых катушек и другого. Так, щелкает. Есть клики. Очень хорошо. Тормоз с кликами. Так, отпустим еще. Очень хорошо. Очень хорошо. То, что мне нравится. Тормоз не быстрый. Тормоз не быстрый. И довольно-таки чувствительный. Раз провернул, подщелкнул. Подкрутил. Отпустил. Я быстрые тормоза не люблю. Быстрые тормоза, один щелчок и все. И заклинило. С такими тормозами намного лучше работать. Это дело любителя. Дело каждого. Так, ну вот она маленькая какая-то. Для этого мне нужна будет какая-то палочка интересная. И думаю, что размер 2 метра будет самый оптимальный для нее. Даже 1,98 метра. А вот с весами нужно будет посмотреть. В общем, нужно будет посмотреть других обозревателей, что они говорят про PIS-CFAN Carbon. Какие палочки удилища использовать. Составить себе список этих удилищ и искать где-нибудь. И покупать то ли, когда я буду за границей, искать. Сделать себе такой виш-лист. Потому что удилища у меня для вот этой катушки сейчас нет. Пока что она полежит у меня в стороне. Буду крутить и рассматривать. Но пока что мой хомяк доволен. Мой хомяк доволен. Так, вроде бы карбон, карбон, карбон. Здесь ручка тоже карбон. Эти кнопы EVOFOAM. Кнопы, кнопы, кнопы. Так, осевик у нас с микрокликами. Ну, у меня вот, смотрите, рука 46-го. Размер ноги 46, рука не меньше. Вот такая вот катушечка. Вот такая вот катушечка. Карбоновая, байткастинговая, катушка, отпись Стефан. Так, что еще тут? Как там тиктокеры делают? Очень хорошо. Сейчас смотрим. Еще раз. Конечно, не сильно крутнул. Неудобно на камеру. Сейчас, минуточку. Не, не получилось. Вот. Где-то вот так вот работают подшипники. Эту часть разбирать сейчас не буду. Ничего больше разбирать не буду. Я обычно катушки не разбираю. Купленные новые катушки не разбираю. Хотя, конечно, людям интересно посмотреть, что там внутри. Какие-то тормоза и все такое. Но я катушки не разбираю, пока к ним не придет время. Их них разборок. В общем, мой хомяк доволен. Попробую, может быть, поставить на какую-то палочку из тех, которые у меня есть. Но единственное, которое у меня есть, которое может подойти, это Соугай Иланг. 2.10 с тестом 10.30. Но все-таки думаю, что нет. Не подойдет, не подойдет. Нужно искать хорошую палочку для этой катушки. Не знаю, что вы думаете. Ребята, порекомендуйте, кто занимается байткастингом. Какую катушку, то есть, какую палку подобрать для вот этой катушки. Какую палку подобрать для вот этой катушки. Все, на этом все. Всем спасибо. До свидания. Я пошел. Сейчас буду снимать видео про вторую катушку. Так что, welcome. Будем смотреть. Все, всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok